Медитировать за ткацким станком Ольга Лули сможет часами и не расстается с трудозатратным хобби даже с двумя малышами на руках. На половик у Ольги уходит два часа, а тонкая ткань рубахи идет куда медленнее. За часть мастерица продвигается максимум на 15 сантиметров. Если это просто полосатый половичок, то только знай, туда-сюда челнок ходи. А если это, например, полотнос или келим, то здесь я полдня отколаю, маленький кусочек 7 сантиметров. Себя Ольга Лули считает мастером в технике многоуточное ткачество. Так создаются двусторонние ковры келим. С новыми рисунками она работает по эскизам. Выборный русский орнамент создает без шпаргалок, из головы. Вообще традиционные техники – излюбленная тема мастерицы. Идеи она черпает в книгах и музеях. Здесь у меня реконструкция орнамента с традиционного нагибакского полотенца. То есть этот конкретный экземпляр, оригинал, в Увельском районе находится. Вот, то есть я зафотографировала, сделала замеры и воссоздала орнамент, используя максимально приближенные цвета и нити. Сама работа, если изделие простое, спорится быстро. А вот подготовительный этап съедает массу времени. На основание маленького станка уходит около часа. За большим однажды пришлось просидеть пять дней. Если у нас в половике метр, и в нем 200 нитей, и мне нужно соткать там 8 метров половика, нужно 8 метров умножить на 200 нитей. И, соответственно, нам нужно более полутора километров нити. Выгуливать челябинские этно-стили Ольга Лулис ежегодно ездит на Божовку. Там на ярмарках изделия уходят в лед. Мастерица говорит, эко-товары – тренд нашего времени. Впрочем, и стоят они недешево. На двухметровый половичок из шерсти, одних только материалов уходят на тысячу рублей. Александра Мыльникова, Владислав Шишмаренков, Урал-1. Редактор субтитров А.Семкин.